Меньше месяца остается до самого долгожданного благотворительного проекта этого лета акции «Сердце километры». Конечно же, в поддержку проекта выступил и наш утренний гость, руководитель крупного предприятия Игорь Кацар. Доброе утро. Доброе утро. Уже несколько, три недели, если не ошибаюсь, остается до начала велопробега. Уже 13 июня примерно 25 велосипедистов отправятся по дорогам Красноярского края колесить с благотворительной, с благородной миссией. И мы знаем, что вы сделали прекрасный подарок для одного из участников этого веропробега. Познакомились с этим ребенком? Как удалось с ним пообщаться? Я подарок сделал детскому дому. Несколько велосипедов. А, даже несколько. Удалось пообщаться с ребятами? Нет, пообщаться не удалось. Но хочу сказать, что моим любым видом спорта всегда был. Это велосипед. И с раннего детства я мечтал иметь его в собственность. Но детство было сложным. Нас четверо детей воспитывала мама. И она всегда говорила, если мы не люди, я вас бы никогда не подняла. И вот здесь ваш канал сообщил об этом проекте. Вот. И я понял, что как раз в то время, когда можно, так сказать, поучаствовать, проявить свои человеческие качества, что я сделал, я от чистого сердца подарил ребятам велосипеды, для того, чтобы они участвовали в этом велопробеге. И хотелось бы сегодня им пожелать доброго пути, не только в велопробеге, но и в жизни. И чтобы всегда люди отзывались, в общем, поддерживали вот таких ребятишек. Скажите, вам удалось лично выбрать велосипеды или кому-то дали указания? Нет, мы лично с сыном выбирали эти велосипеды. На что обращали внимание, когда делали выбор? Я даже не знаю, у меня нет велосипеда, я даже не знаю, что в нем такое главное, первостепенное должно быть. Ну, главное в том, что, ну, надежность его и простота, так сказать, в управлении, для того, чтобы не было сложности, допустим, не очень опытному, так сказать, пилоту, пользоваться этой машиной. Скажите, а вы помните, какой у вас был первый велосипед? Я просто из своего детства отлично помню, например, велосипед Кама. Они пользуются большим спросом. Да, он был очень удобный, но он был крутой на тот момент. Я помню, что мне очень не хотелось сюда иметь такой велосипед. Велосипед, но тогда еще Кама, когда Диамант у меня был велосипед такой. Это был довольно массивный, я так понимаю. Ну, это он полуспортивный был. С такими, знаете, с раками, может быть, даже? Ну, так. А сегодня катаетесь на велосипеде? Да, обязательно. Практически каждую субботу и воскресенье по маршруту Усьмана-Девногорск. Я, значит, катаюсь на велосипеде. Скажите, а много ли среди ваших друзей, может быть, коллег, которые занимаются такого рода деятельностью, благотворительностью? Ну, как вообще среди предпринимательской сферы сегодня? Это актуально? Я думаю, да, сегодня, вы знаете, это имеет место. Причем так легко люди это делают. Я многих знаю, таких людей, которые очень легко идут на эти вот такие шаги и делают это с удовольствием. Как вам вообще сама идея вот этого велопробега, этого проекта «Сердце километром»? Делая замечательная. Она, во-первых, объединяет не только ребятишек. Вот, она, видите, объединила и нас, и мы участвуем в этом. И поэтому, значит, такие вот проекты, их надо тиражировать просто, масштабировать, чтобы они были. Когда все участвуют в каких-то мероприятиях, тогда они имеют эффект. Все поколения, имею в виду, возрастные, так сказать. Тогда, наверное, хочется, чтобы вы какие-то слова, пожелания сказали в адрес вот ребят, которые будут принимать участие в этом делопробеге. И, может быть, как-то даже мотивировали людей на то, чтобы они тоже совершали такие добрые, какие-то благородные поступки. Ну, я ребятам пожелал счастливого пути, и не только по этому маршруту, а вообще по жизни, чтобы они как бы руководствовались теми мотивами, которые у нас сегодня. Ну, всем, так сказать, коллегам своим и предпринимателям. Конечно, если мы не будем оказывать помощь этим ребятишкам, как в свое время сказала мне мама, если бы не люди, я бы вас не подняла. Вот давайте, люди, будем поднимать этих ребят, помогать им. Да, я хочу напомнить телезрителям, что этот проект «Сердокилометры» проходит при поддержке компании «Красцветмед». Игорь Юльянович, большое вам спасибо за вклад в это доброе дело от всего нашего телеканала и от нас лично. Большое спасибо побольше бы таких людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...